Пограничный рейд Пограничный рейд Пограничный рейд Мало того, что здесь холод собачий, так еще и фактически болото. И в этих условиях ребята день и ночь строят укрепление и фортификации. Такие блиндажи строят десятками. Ребята говорят, технология откатана. Значит, это можно масштабировать. Пять паттерн, трехсотая плита, сваривается по закладным, все плотно обмазывается ЦПС, покрывается гидроизоляцией, рубероидом. Затем земля, бревна, еще один ряд. И изнутри помещение впечатляет. Здесь предусмотрено все. Надо мной 30 сантиметров бетона, накат из бревен и дальше больше метра земли. Это такой вот подземный бункер. Очень было популярно строить в Киевском укрепрайоне перед Второй мировой. Такие. Здесь есть вентиляционные отверстия, отверстия для того, чтобы буржуйку можно было подсоединить. Такое помещение, оно идеально подойдет для медпункта, полевого госпиталя или даже штаба. Но не только такие блиндажи тут строят. Впереди них возводят линию еще одних. На этот раз с бойницами. Это уже непосредственно боевой блиндаж. Он имеет несколько бойниц. Более толстую крышу. Его уже засыпают. И таких необходимо несколько десятков штук. Это минимум. Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывает о деталях таких укреплений. Он уже строил подобное на Донбассе несколько лет назад. И именно потому успех вражеских сил на Востоке был минимален в начале полномасштабной войны. Каждый взвод должен сдержать наступление в усиленную роту. Впереди обустраиваются зубы дракона. Но эти зубы перед ними и после них будет еще установлено минное поле. Когда наш воин находится в подготовленной оборонной позиции, ему гораздо легче выполнять задачи. Перед его позицией многослойное минное поле, совмещенное с невзрывным заграждением. То, что построено, построено по классической схеме. Что здесь, что на Донбассе. Единственное, что добавлено, невзрывное инженерное ограждение. Потому что там построить противотанки воров было труднее, потому что все на переднем крае. Одно сооружение делается на один воп, до трех. То есть на один взвод. Сколько построено всего тайна, их нужно три. Соответственно, если брать в пределах области, это сотни таких сооружений. За линиями обороны находятся подземные бункеры для госпиталей и личного состава. И линия окопа. Впереди еще одна окопная линия и боевые блиндажи. Дальше минное поле. И дальше так называемые зубы дракона, которые должны остановить вражескую технику. Такая линия обороны практически не пробивается. Линия тетраэдеров тянется на много-много километров. И это не предел. Они расположены в двух метрах друг от друга. То есть пройти вражеской технике практически невозможно. И это еще не все. Когда эту линию всю достроят, их обвяжут вот этой вот колючкой и добавят минных полей. И это сделает эту линию обороны практически непреодолимой. И здесь украинские инженеры считывают опыт не только Донбасса, но и Запорожской области. Там такие укрепления пришлось штурмовать. Примерно вот так же год назад противник строил на Запорожье свою линию обороны, так называемой линии Суровикина. И она стала проблемой для наших войск в ходе контрнаступления. Но самое важное это окопы. Вот так вот должен выглядеть настоящий окоп. Он должен быть довольно широкий и глубиной с человеческий рост. Ну тут в принципе свой рост и есть. Осталось только лопатами после трактора немного выбрать и будет почти два метра. На фронте часто солдаты жалуются, что выкопать окопы весь рост тяжело. И здесь все делают техникой, потому что если здесь начнется бой, никакой трактор работать не сможет. Вы бачите, что тут ковш экскаватора, он широкий. Здесь ковш экскаватора, он широк. Он образовал необходимую траншею, которая будет укреплена по бокам. А спереди сделана насыпь, которая под наклонным углом идет в сторону противника, чтобы прикрывать защитников. От самого окопа идет берма. Это расстояние от соответствующего защитного земляного сооружения, которое защищает от пуль. Когда вражеский стрелок стреляет по нашей позиции, пули должны отлетать от него. По словам генерала, все стоится не просто так, а с четким расчетом эффективности. Линии обороны помогут не только комфортнее защищаться, но и экономнее. Банально, нужно меньше солдат, да и потери также будут ниже. Наличие оборонных рубежей дает где-то до 40-50% преимущества обороняющимся. Если наш воин находится в окопе, правильно подготовленном, то эффективность сохранения его жизни выше на 50%. И это, между прочим, не первая линия обороны. Первую успешно достраивает ближе к границе. Эти линии в Черниговской, Сумской и Харьковской областях призваны останавливать врага, если он прорвет первую. Враг мониторит наши активности. То, что мы делаем, мы тоже мониторим у границы. Они тоже строят вопы, фортификации. Это направление одно из опасных. Почему? Потому что в первые дни враг заходил через Великую Писаревку на Ахтырку, на Тростенец, на Сумы. Как строить линии обороны, знают черниговские пограничники. После изгнания оккупантов из области они уже почти два года закрепляются на белорусской границе, чтобы даже ДРГ не смогли пролезать в Украину. Строят все. Рвы, заграждения, минные поля. Сначала у нас идет противотанковый ров, после чего идут заграждения типа Ягоза. По всем направлениям захода врага у нас все заминировано. Также на угрожающих направлениях находятся дополнительные наряды. Да и строящиеся вдоль берега окопы имеют законченный вид. Здесь оборудовано все. Удобные места для стрельбы, блиндажи, а также перекрытия. Вот так вот выглядит уже правильно оборудованный окоп. Во-первых, тут есть вот эти распорки для его накрытия. Он будет накрыт, чтобы из дронов было хуже. Тут все видно. Во-вторых, пограничники обшили древесиной борта этого окопа. Причем доски вкладываются одна в другую фактически внахлест. Это довольно простая технология, но она позволяет сделать так, чтобы земля постоянно не сцепалась внутрь окопа. Линии обороны будут строиться не один месяц. И хотя вероятность повторного вторжения северонизка, исключать ее нельзя. Строительство фортификации идет полным ходом во всех регионах страны. И это важно не только для непосредственной остановки возможного наступления противника, но и для создания более комфортных условий для украинских защитников. Сергей Костяш, специально для телемарафона, на канале Freedom. Продолжение следует... Продолжение следует...